Еще раз доброе утро. Мы с вами уже третий раз встречаемся. Я становлюсь, как вы видите, все менее официальным. И я вас к этому тоже призываю. По крайней мере в одежде, но и в остальном тоже. Мы посмотрели конфликты, где Россия была в большей степени наблюдателем. Мы посмотрели конфликты, где Россия была главным образом участником. Сейчас мы посмотрим конфликт за пределами российской территории, где Россия впервые в своей постсоветской истории фактически ведет войну. Не фактически, а просто ведет войну. Хотя тема лекции, ну не лекции, тема сегодняшнего разговора сформулирована шире. Что ищет Россия на Ближнем Востоке? Я начну с Сирии. И затем мы будем говорить о российской политике, российских интересах в других странах Ближнего и Среднего Востока. Поскольку это, наверное, последняя такая полноформатная лекция, ну занятие, я буду... у нас с вами еще впереди публичная лекция, на которой, я надеюсь, вы будете присутствовать. У нас впереди еще разговор о конфликтах, или, скажем так, источниках конфликтов к югу от российских границ, от Ирана через Афганистан к Северной Корее. Но это будет отдельный разговор. Я знаю, что вы интересуетесь российской политикой в Азии. Мы практически не говорили о Китае, мы не говорили о Японии, о других странах, об Индии. Это все очень важно и очень интересно. Я об этом буду говорить в своей лекции англоязычной, но я вас призываю сегодня во время нашего разговора не ограничиваться только ближневосточной тематикой и сирийской тематикой, и говорить, если вас это интересует, задавать вопросы или высказывать комментарии, выступать с рассуждениями о политике России в странах Азии, об интересах России в Азии и так далее. Ну и вообще любые другие вопросы, которые у вас есть по российской внешней политике. Я знаю, что у вас было много уже встреч, лекций с другими выступающими. И, наверное, у вас какие-то, может быть, какие-то вопросы остались неотвеченными. Поэтому я тоже вас призываю не бояться и задавать эти вопросы. То есть все то, что вы хотели бы знать, но, может быть, стеснялись об этом спросить. Окей. Значит, мы с вами говорили о Ливии пару встреч назад. И сейчас мы с вами пройдем путь от Ливии к Сирии. Я вам сказал, что ответом на Ливию, одним из ответов на Ливию, стала Сирия. Ну, грубо говоря, российская, грубо говоря, а так российская позиция по Сирии. В 2011 году, как раз в то время, как начиналась, называйте революция, называйте интервенция, называйте каким-то другим словом, стала развиваться ситуация в Ливии, начались антиправительственные выступления в Сирии. И эти выступления были жестоко подавлены силами Башара Асада. И российское руководство стало перед вопросом, что делать в отношении Сирии. Нельзя сказать, чтобы Сирия в 2011 году была союзником России. Она была союзником, но это были другие времена. Это были времена Советского Союза, это были времена сверхдержавного соперничества между Советским Союзом и Соединенными Штатами, где Ближний и Средний Восток играли роль одной из площадок этого соперничества. Действительно, Асад был союзником России, но не Башар, а Хафиз. И Хафиз Асад, который правил Сирией с 70-го года по 2000-й год, он действительно был своеобразным, очень непростым союзником для СССР. Многие от него стонали и плакали в Москве. О нем, в общем, говорили, если кто и говорил с некоторым уважением, то практически никто не говорил с каким-то теплым чувством. Это был тертый калач, как говорят по-русски, такой очень непростой партнер в общении, которому удавалось получать от СССР гораздо больше, чем СССР мог получить от него. Вот Башар был человеком, ну и остается, конечно, человеком совершенно другим, чем его отец. Он к Советскому Союзу особого, с Советским Союзом особых отношений не имел в детстве. Затем с Российской Федерацией тоже он особенно не был связан. И Путин во время своего визита в Париж в 2012 году на вопрос об Ассаде, в особо теплых чувствах к Ассаду, сказал примерно следующее, ну что вы меня спрашиваете, он же гораздо чаще бывал у вас, чем в Москве. Это действительно правда. За все годы до начала этой войны он был в Москве, по-моему, один раз. Это было в пятом году, когда ему списали долг. То есть он приехал для того, чтобы получить, по-моему, 10 миллиардов долларов в подарок. Вот такой подарок был ему сделан Путиным. Но, в общем-то, это было все. Он, как вы знаете, человек гораздо более ориентированный на Европу. По крайней мере, был в то время. И, тем не менее, Россия приняла решение Ассада поддерживать. Это было на фоне тех революций, которые охватили арабский мир в 2011-2012 годах. Это было результатом того, что Россия наблюдала в Ливии, до этого Россия наблюдала в Египте, в Тунисе, в других странах, в Йемене. И с точки зрения российских аналитиков, речь шла не о том, что Ближний Восток становился все более демократичным. Демократическую весну никто всерьез в Москве не воспринимал, как, впрочем, и в Израиле. Наверное, в России и в Израиле был консенсус о том, что демократия не скоро придет, не скоро утвердится в арабском мире. А пока главными бенефициарами этой революции станут исламисты. Когда меня спрашивали в это время о том, как я смотрел на арабскую весну, то я отделывался сравнением с русской революцией 1917 года, когда демократический февраль, спустя несколько месяцев, был полностью, как говорят по-русски, похерен, то есть уничтожен, буква Х, большевистским октябрем. Здесь произошло нечто подобное. Демократическая весна сменилась исламистской осенью, что не было для России большим сюрпризом. Асаду, конечно, говорили, ну вы там осторожнее, не надо плодить себе противников, давайте как-то разговаривайте со своей оппозицией. Но это все было довольно мягко сказано, это не было сопряжено с какими-то жесткими мерами, это не было, либо вы это делаете, либо мы прекращаем помощь, ничего подобного. Вот и Асад, ну совершенно, все-таки он был сыном своего отца, хотя и, может быть, не полной копии. Вот он правильно оценил ситуацию и, в общем-то, игнорировал эти российские призывы. В итоге Асад получал российское оружие, причем он поменял приоритеты и стал получать больше оружия, которое было необходимо для борьбы со своими внутренними врагами, а не с Израилем, как до сих пор. И, ну вот, ситуация развивалась вот так, как она развивалась. Но при этом, я еще раз подчеркну, вплоть до, ну почти начала войны, Асад не был российским союзником, он так не воспринимался. У Путина и российского руководства было стремление первоначально в 11-12 годах совместно с Соединенными Штатами сирийскую проблему решить. Вы знаете, что в 12-м году было подписано так называемое Женевское коммуникет от 30 июня 12-го года о том, чтобы создать условия для мирного перехода, перехода к гражданскому миру в Сирии. Но очень скоро это, буквально на следующий день, это коммуникет оказалось дезавуированным. И здесь я вспоминаю очень интересный разговор, в котором я тоже принял некоторое участие. Мы у себя в московском центре Карнеги принимали тогдашнего американского посла в Москве Майкла Макфола. И Макфол, мой бывший коллега по Карнеге, Макфол сказал такую вещь. Вы знаете, у нас много с русскими точек соприкосновения по Сирии. Есть различия, есть разногласия, но много точек соприкосновения. Но есть одна вот такая проблема. Мы считаем, что дни Башара Асада сочтены, что он скоро будет свергнут. А русские считают, что он еще долго продержится. Я бы сказал, что эти разные исходные посылы политики Москвы и Вашингтона сыграли очень большую роль в том, как каждая из сторон выстраивала свою линию. Соединенные Штаты исходили из того, что Башар будет так или иначе скоро свергнут, как это произошло с другими лидерами, столкнувшимися с гражданскими бунтами, с восстаниями и так далее. А Москва считала, что нет, он еще будет какое-то время, наверное, длительное оставаться у власти. Я понимаю, что у российской страны было достаточно много источников информации. Наверное, эта информация была более достоверной, чем та, на которой основывалась политика администрации Барака Обамы. К 2013 году ситуация стала еще хуже в Сирии, и Путин предложил госсекретарю Керри, который совершил в мае 2013 года визит в Москву, предложил фактически партнерство на равных в Сирии. И давайте мы устроим нечто подобное, Путин об этом не говорил, но я бы так охарактеризовал это, Дейтон на двоих. Вы и мы, вы своих людей, мы своих людей приведем к столу переговоров пинками, если нужно, угрозами, если требуется. И они там подпишут, в конце концов, это соглашение о мире, а мы будем следить за его выполнением. Ну, точно так же, как вы это сделали в Дейтоне, мы с вами говорили о боснийском кризисе в 95-м годе, о Холбруке, покойном. Точно мы повторим этот Дейтон здесь, в Сирии. Это предложение, как я понимаю, не было принято, главным образом потому, что Путин слишком многого хотел с точки зрения администрации в Вашингтоне. Ему готовы были, России готовы были предложить какие-то уступки по Сирии, ну, скажем, сохранить Сирию как получателя российских вооружений. Кстати говоря, Сирия, поскольку она особенно платить не может, не является крупным клиентом российского военно-промышленного комплекса. То есть это не тот рынок, за который надо бороться, тем более драться. И уже к середине 13-го года это вроде бы наметившееся движение вновь по Сирии, оно опять остановилось там же, где год до того остановилось, после Женевского коммуника. И вы знаете, что в конце лета 13-го года была совершена химическая атака в пригороде Дамаска. И президент Обама собирался ударить по армии Дамаска, по армии Асада в качестве возмездия за применение оружия массового уничтожения. Ну, я не буду пересказывать историю, в журнале «Атлантик» она очень хорошо была изложена Джеймсом Голдбергом. Но я хочу сказать, что здесь в этой ситуации Путин проявил, ну, я бы сказал, как это называется, способность к нестандартным ходам. Он фактически предложил Соединенным Штатам химическое разрушение Сирии и сумел это предложение реализовать, превратить в соглашение, превратить в операцию по уничтожению, вывозу, уничтожению химического оружия Сирии. Это был довольно важный для Москвы момент, потому что впервые после окончания Холодной войны российские и американские специалисты по химическому оружию, собравшись в Женеве, по-моему, ну, или где-то в Швейцарии, во всяком случае, договаривались, ну, как две равные стороны о том, как они будут решать вопрос химического разрушения в Сирии. Ничего подобного в течение предыдущих двадцати с лишним лет не было. Это для Вашингтона было не так важно, для Вашингтона самое главное было то, что Обама не ударил и проявил слабость, и Путин этой слабостью воспользовался, что, по-моему, не имеет, или, скажем так, имеет отношение к американскому восприятию действительности, но не имеет отношения к самой действительности, по крайней мере, на российской, в российской стороне. Там по-другому оценивали ситуацию. Ну, и вот это тринадцатый год, четырнадцатый год мы с Вами видели, как стали развиваться российско-западные отношения по Украине. И вот, наконец, спасибо большое, и вот, наконец, наступает пятнадцатый год, и здесь российская политика совершает крупный поворот, потому что каждый из сюжетов у нас с Вами, знаете, как фильм, состоящий из нескольких сюжетов. Но каждый сюжет мы выбираем, потому что он повернул, существенно повернул российскую внешнюю политику. Поэтому мы, если хотите, смотрим на российскую политику и пытаемся ее понять на примере поворотных моментов. Вот этот поворотный момент наступает в пятнадцатом году. Путин, приехав на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорк, и произнес там, произнесят там те слова, о которых я уже говорил, вы понимаете, что вы наделали, обращаясь к Западу, встречается с президентом Обамой. Это было тоже, как вы знаете, не очевидно, что встреча произойдет, потому что Обама заявила о политической изоляции России после Крыма и Донбасса. Но российское наращивание вооружений в Сирии, которое было, естественно, замечено американской разведкой, израильской разведкой, вообще разведками разных стран мира, заставило президента Обамы все-таки встретиться с Путиным. Потому что иначе было, наверное, трудно объяснить, если бы он не встретился, что в одном месте, в одном городе, в одно время они находились, и он этой возможностью не воспользовался, и это, ну и так далее. То есть Путин поставил Обаму в положение, по сути дела, при котором Обама не мог не встретиться с ним в Нью-Йорке. И вот на этой встрече он сказал Обаме о том, что мы начинаем операцию в Сирии военную, и это, как я сказал, стало одним из важнейших поворотов российской внешней политики после окончания Холодной войны. Что, собственно говоря, произошло? Россия впервые вышла со своими войсками за территорию бывшего Советского Союза. Она впервые начала операцию, причем операцию за пределы, не в сопредельной стране, а на удалении от своих границ. Вообще такого Россия никогда раньше практически не делала. Да, она посылала аркеты на Кубу, но она не воевала на Кубе. Да, она воевала в Афганистане, но Афганистан имел довольно протяженную границу с Советским Союзом. И сейчас в стране Россия начала войну, или вступила, точнее, в войну в стране, которая удалена была довольно существенно от российских границ, и подходы к которой были, ну, не такими простыми. Смысл того, что делал Путин, я чуть позже об этом скажу, это возвращение России на глобальную, если хотите, используя термин Збигнева-Бжезинского, шахматную доску в качестве крупной фигуры. До этого она 20 лет отсутствовала, или была там где-то на полях, стояла вот в своем маленьком уголке. Почему Путин принял решение вмешаться? Ну, я думаю, что ответ очень простой, потому что российская разведка, очевидно, доложила Путину, что их анализ говорит о том, что Башарасов будет свернут. Причем будет свернут, может быть, поначалу оппозиции, но очень скоро вместо этой оппозиции, на плечах этой оппозиции, в Дамаск войдут силы ИГИЛ. И знамя Халифата будет поднято на одной из прежних столиц Халифата, Дамаском. Это, как вы понимаете, совсем другое, чем Моссул, чем Рака, чем другие относительно небольшие города Ирака и Сирии. Для Путина ИГИЛ значит очень многое, потому что Путин, как политик, как вы помните, состоялся в начале Второй Чеченской войны. Для Путина война с терроризмом – это его собственная война. И в 99-м году он был одним из немногих в России, кто решил, что с террористами нужно не договариваться, а их уничтожать. Я помню, что когда российская армия остановилась перед Териком, это был сентябрь 99-го года, в российских средствах массовой информации появилось письмо, подписанное восемью очень влиятельными людьми, включая бывших премьер-министров, таких как Примаков. И в этом письме говорилось, вот дошли до Терека и точка, и переходить через Терек нельзя. Давайте мы обложим этих чеченских террористов забором, построим, если хотите, стену, будем там их утюжить авиацией, как угодно. Но переходить реку, идти в горы мы не будем, мы только загубим своих людей, потерпим очередное поражение. Путин не согласился, и Путин пошел через эту речку. И он, в конце концов, победил. Я думаю, что таких речек у Путина было потом несколько. И вот одна из этих речек это решение ввязаться в войну в Сирии. Когда мне говорят, мои коллеги, что Путин это сделал для того, чтобы поднять свой рейтинг у населения Российской Федерации, это, по-моему, очень легковесное и необоснованное заявление. Рейтинг можно, конечно, поднять успешной войной, но война в Сирии таковой не представлялась. Первое, что я услышал от своих сотрудников в московском центре Карнеги, особенно от своих сотрудниц, они ко мне стали приходить для личной консультации. Эти сотрудницы были женщинами среднего возраста, и у них были дети, мальчики. И у них у всех был один вопрос, какой шанс того, что их мальчики окажутся в Сирии и могут там погибнуть. Потому что первое, что сразу же возникало в голове у нормального российского человека, когда он слышал в 2015 году слово «Сирия» и «мы в Сирии», был Афганистан. И Афганистан оставил очень тяжелый след в сознании, коллективном сознании людей. Поэтому, конечно, речь шла не о том, чтобы поднять рейтинг. Это была очень рискованная операция, и она совершенно необязательно поднимала популярность президента. Но Путин послал войска в Сирию, главным образом, не из-за Сирии. И даже не из-за Ближнего и Среднего Востока. И даже не для того, чтобы бороться с терроризмом. То есть, конечно, но это не было главным. На мой взгляд, самое главное, это было, о чем я только что сказал, это стремление вывести Россию на глобальный уровень. Это была возможность, это был вызов, это была необходимость. Но вот Путин, я думаю, воспринял это как чаллендж. То есть, если в русском языке нет, вернее, оно существует, понятие вызов, это вызов судьбы и вызов еще, но он не настолько, это понятие не настолько глубоко укоренено в российской, в русском менталитете, как это, скажем, существует в англоязычном пространстве, пространстве, в англоязычном мире. Тем не менее, либо вы принимаете этот вызов и поднимаетесь на какой-то более высокий уровень, либо вы не принимаете этот вызов. И вы еще крепче оказываетесь привязаны к тому уровню, где вы находитесь, или вы даже спускаетесь вниз. Вот, собственно говоря, о чем шла речь. Для Путина, если бы мне пришлось бы Путина суммировать в двух предложениях, или в двух словах почти, да, о чем Путин вообще, как исторический деятель, я бы сказал у него две задачи. Я скажу это по-английски, потому что это более экономно. Вот, собственно говоря, Путин весь здесь, в этих двух вещах. Не дать России развалиться и вернуть ей положение мировой великой державы. Экономика и прочие вещи, они существуют, но все-таки на более низких уровнях. Вот эти два самых больших. И Сирия была про второе. Про Россию как великую державу. Мы с вами говорили на одном из предыдущих занятий, что Россия либо она великая держава, либо никакая. И вот Сирия здесь. Поэтому главное и самое основное было возвращение России как великой державы. То есть речь шла о мировом порядке. Что в этом мире, что в этом порядке может делать Соединенные Штаты, самая сильная страна, и какая роль в этом порядке принадлежит России. Я уже говорил о том, что Россия не принимает гегемонии ни одной страны в мире. И она более того активно противодействует этой гегемонии. То есть одна из задач Путина в принципе заключалась в том, чтобы не дать ни Соединенным Штатам со своей стороны, ни ИГИЛу с другой стороны свернуть правительство в Дамасске. И не потому, что Путин очень, я еще раз подчеркиваю, не потому, что Путин очень любил Асада. Я думаю, что Путин к Асаду относится, мягко говоря, очень скорее негативно, чем позитивно, как к человеку. И он с ним встречался всего лишь пару раз, на самом деле. И я не думаю, что эти встречи доставили ему большое удовольствие. Асад не его клиент. Но вот будет ли Соединенные Штаты иметь возможность совершать абсолютно все, что они решат совершить, либо будет какая-то сила, которая все-таки их удержит. Вот Россия претендовала на роль такой силы. Я понимаю, что это очень такая асимметричная конструкция, очень тяжелая для России, такой бременности. Вот я сейчас думаю над темой Россия и мировой порядок, насколько действия России по коррекции мирового порядка, по изменению мирового порядка, насколько они выгодны, собственно говоря, самой России. Потому что все это имеет колоссальную цену. Попытайтесь Соединенным Штатам не дать что-то сделать. Вы заплатите огромную цену. И вот Путин, вот по путинской калькуляции, это нужно делать, потому что тем самым поднимается роль России, она тем самым получает некоторую защиту в качестве великой державы. Ну вот мы можем об этом говорить, это довольно интересная тема, но я боюсь, что мы можем слишком далеко уйти, если просто продолжим этот разговор. Мировой порядок, не позволить смену режима, развернуть арабскую весну, не дать ей захлестнуть регион и не дать ИГИЛу захватить плацдарм в Сирии, потому что ИГИЛ, в отличие от Аль-Каиды, рассматривался как вполне в состоянии создать для России проблемы в ее собственном ближнем зарубежье и на ее собственной территории, то есть в Центральной Азии и на территории России, в мусульманских регионах и так далее. Путин еще в 99-м году, говоря о чеченских террористах, говорил о том, что вот если мы их не остановим в Чечне и в Дагестане, то они придут в Поволжье, они придут в Москву, они придут во все регионы России, поэтому мы обязаны их остановить там, если мы их там не остановим, то мы проиграем гораздо больше. Здесь то же самое, если мы не остановим ИГИЛ, условно говоря, на Ближнем Востоке, то мы сможем получить его гораздо ближе. Конечно, хотя операция была представлена миру как, операция России в Сирии, была представлена миру как антитеррористическая, главный удар поначалу был нанесен по сирийской оппозиции, которая на тот момент все-таки довольно далеко отстояла от экстремистов. Потом произошло смешение, но на тот момент еще. Здесь, я так понимаю, была примерно следующая стратегия у России. Мы входим на территорию Сирии, мы укрепляем режим, армия которого разваливается, затем мы размягчаем оппозицию, размягчаем ее ударами с воздуха, комбинированными с сирийским наступлением, с поступлением правительственных войск на земле. Мы их тем самым заставляем подписать мир, оппозицию с правительством. Потом, объединившись, мы идем на ИГИЛ. Вот примерно такая была схема. Но главное, вот, вернее, первое, это было укрепление армии Асада и размягчение, в кавычках, то есть нанесение существенного ущерба оппозиции и создание условий для переговоров. Война в Сирии была для России, я об этом уже сказал, новинкой. Это была первая, я бы сказал, такая американская война Российской Федерации. Потому что Россия обычно начинает войну сапогами. На этот раз сапог практически не было. Они есть, но они находятся на второй-третьей линии. Главная сила, это военно-воздушные силы, как они сейчас называются, воздушно-космические силы Российской Федерации, и военно-морской флот. То есть как раз те инструменты, которые являются основными инструментами военной политики Соединенных Штатов в случае различных конфликтов. И опять-таки, это война, которая не требует вообще никакого количества призывников. То есть я сказал сразу же моим девушкам, моим женщинам, что, не беспокойтесь, я не вижу условий, при которых Путин решил бы пойти по, условно говоря, афганскому пути. Я думаю, что мальчиков ваших он не отправит в Сирию. И вместо этого российские военно-воздушные силы просто наносили удары. Это как получается такая война, я еще раз говорю, американская, когда ты убиваешь, а тебя достать не могут. Это стало одной из причин того, что для большинства российского населения сирийская война, ну, как бы, окей, Сирия далеко от каждодневных запот обычного россиянина. Украина – это почти гражданская война. Там на той и на другой стороне люди говорят по-русски, это все очень близко, это все очень больно. Сирия – это где-то далеко, это другие люди, это мы ничего, в общем-то, не знаем, и, в принципе, нам, обычным людям, в общем-то, все равно, что там будет происходить. Да, очень хорошо, что мы там воюем и показываем свою военную мощь, это очень здорово, но самое главное – очень хорошо, что нас там не убивают. На самом деле убивают, но, в общем-то, цифры, конечно, небольшие. Цифры потерь. Здесь важно было для успеха российской политики, вот почему она, в общем-то, была отчасти успешной, отчасти неуспешной. Успех заключается в том, что Асада поддержали, начали какой-то переговорный процесс сейчас в Астане с оппозицией, но главное для успеха того, что Путин тогда задумал, должно было быть сотрудничество России и Америки в решении сирийской проблемы. Ее нельзя решить, конечно, без соседних стран, без Турции, без Ирана, без Саудовской Аравии, без ряда других, при помощи таких стран, как Иордания и так далее, но принципиально сирийскую проблему требует сотрудничество Америки и России. Это сотрудничество подходило довольно близко к чему-то очень позитивному, продуктивному, но, как я понимаю, ну и мои многие американские друзья подтверждают, препятствием для сотрудничества стала позиция Пентагона и разведывательного сообщества в Соединенных Штатах, которые видели, ну и продолжают видеть в России противника, и это, в общем-то, не скрывается, и поэтому сотрудничество здесь очень глубоким и очень плотным быть не могло. А для Путина очень важно было сотрудничество и по дипломатической, и по военной линии, потому что Путин стремится, я, когда вам говорил о стремлении занять положение великой державы, я всегда добавлял признаваемый в качестве как таковой Соединенными Штатами Америки, то есть, вот, признание для Путина было крайне важным, а для Соединенных Штатов это была очень большая и неоправданная уступка, потому что нечего поощрять человека, который подрывает тот порядок, который установлен Соединенными Штатами после окончания Холодной войны. Вот здесь мы получили разрыв. Тут много интересных всяких вещей по самому этому конфликту, по разным его аспектам, отношения с Турцией очень интересны, тоже как маленькая виньетка российской внешней политики, об этом мы можем еще поговорить чуть позже, но я вам скажу вот что, несколько последних, у нас осталось 5-7 минут, несколько последних выводов, итогов по тому, о чем мы сегодня с вами говорили. Итоги на сегодняшний день сохранили Сирию прежде всего, как государство. Я понимаю, что Сирия, как она существовала до 11-го года, ее нет, ее никогда больше не будет. И страна разрушена, и люди, многие погибли, и многие вынуждены покинуть свои дома или покинуть страну. Но все-таки в некотором и довольно существенном смысле Сирия остается государством. В то время, как, скажем, Ливия, если взять просто по контрасту, Ливия перестала быть государством. Да, есть там какие-то группы, которые себя называют правительствами и так далее, но, в общем-то, в Ливии власти нет. или она находится в руках каких-то вооруженных или просто бандитских группировок. В Сирии, тем не менее, сохраняется до некоторой степени государственность. На меньшей части территории, но на территории, где живет большая часть населения страны. Да, удалось размягчить оппозицию и привести к столу переговоров. России очень трудно было одновременно и бомбить этих людей, и договариваться с ними. Но, до некоторой степени это удалось. Создали союз, очень интересный союз, который в советские времена невозможно было себе представить. Союз с Турцией и Ираном. Ничего себе, да, создать вот такой тройственный, хотя и, конечно, очень ситуативный, но, тем не менее, дипломатический, политический, отчасти военный союз с Турцией и Ираном. К этому добавляется Ирак, да, ну, по крайней мере, шиитское руководство в Багдаде, да, ну, соответственно, сирийские, сирийское правительство в Дамаске. Наладили некоторое взаимодействие с Соединенными Штатами. Все-таки, как бы то ни было, да, сотрудничества нет, но некоторая координация действий есть. Самолеты друг друга не сбивают пока, слава Богу, будем надеяться. Очень интересно, как Россия, вот это я бы выделил специально, как России удается общаться буквально со всеми игроками на Ближнем и Среднем Востоке. Там, где страны друг друга часто, ну, совершенно не терпят. Мы сегодня видим конфликт между Катаром и его соседями, ближайшими союзниками из Совета Сотрудничества государств Персидского залива, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и так далее. Израиль и Иран, да, Россия общается и с теми, и с другими, и причем достаточно успешно. Хезболла и Израиль, да, Саудовская Аравия и Иран. Вот, скажем, Путин год тому назад, ну, или там, почти год тому назад сумел примирить саудовскую и иранскую позицию по сокращению добычи нефти, да, что стало важнейшим элементом общей позиции ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК по сокращению добычи нефти, соответственно, поддержанию нефтяных цен. Израиль в нынешней ситуации стала не союзником России, безусловно, но страной, с которой у России очень плотные контакты, у Путина очень плотные контакты. Израиль со своей стороны, что очень важно, Израиль, сегодня, когда президент Трамп подписал закон о санкциях против России, Израиль страна, которая не присоединялась к санкциям против России. Для Израиля Россия в полном объеме, в полном масштабе является партнером, включая торгово-экономическую сферу. Сравнительно небольшие потери. Ну вот, сегодня был доклад о том, что потери в этом году составили 40 человек, реальные, хотя Министерство обороны говорит 10 человек. Я думаю, что какая-то часть россиян, которые там находятся, это неформальные сотрудники Министерства обороны, это могут быть законтрактованные люди по другим линиям, но в любом случае, это 40 человек наших людей, и в общем, здесь понятно, что есть некая цена этому предприятию, эта цена кровавая, и люди погибают, и это очень печально, и очень жалко. Сравнительно посильное финансовое бремя, то есть Россия два года почти ведет войну, и большого влияния война на экономику России не оказывает, это война относительно небольшими средствами, несколько десятков самолетов, и скажем, там 3-4 тысячи военнослужащих, и очень важно для военнослужащих то, что речь идет о постоянной тренировке вооруженных сил, через Сирию пропускают российских летчиков, российских артиллеристов, ну и так далее, по списку тех, кто занимается военными специальностями, и испытывается новое оружие, то есть Россия, как Соединенные Штаты, постоянно воюют после окончания Холодной войны каждый год, Россия последние два года тоже постоянно воюет, и это, я понимаю, что любая война это смерть, это ужасно, и все прочее, но если мы возьмем такой чисто профессиональный взгляд, то армия, которая воюет, она имеет, конечно, колоссальное преимущество перед армией, которая не воюет, если армия долгое время не воюет, трудно сказать, на что она способна в случае войны. Ну и так, у меня осталась, наверное, одна минута, завершая по всему региону, ближний и средний восток к России близок, он реально близок, от Грозного до Моссула, там, тысячи километров примерно, это не так далеко, Турция и Иран, близкие непосредственные соседи через море, моря там небольшие, Каспийская и черная, и давние российские соседи, трудная история, период СССР, я уже говорил, Россия пыталась там соперничать с Соединенными Штатами, и я бы сказал, что именно там, на этой ближневосточной площадке, Россия кончилась, как великая держава. Это произошло во время Первой войны в Заливе в 90-91 годах, когда Россия просто отреклась от Ирака, отреклась от положения самостоятельного игрока. Она встроилась в фарватер американской политики, и в этом фарватере стала действовать и действовала на протяжении почти десятилетия. Отличие нынешней России от Советского Союза. Советский Союз выходил за границу в основном для того, чтобы тратить деньги. Он насаждал коммунистическую идеологию, но одновременно он строил предприятия, он строил, вот скажем, в Афганистане сейчас говорят, русские строили, а американцы ничего не строили. Для себя строили базу, но для нас не строили. Русские строили очень много всего в советский период. Сейчас Россия этого не делает. Сейчас Россия идет за границу для того, чтобы деньги зарабатывать, а не для того, чтобы их там тратить. Это важное принципиальное отличие. Второе, нет идеологии, нет глобальной повестки дня. Кроме той, о чем я говорил, Россия великая держава. Упор на экономические интересы, что здесь нефть, оружие, прежде всего, на Ближнем Востоке. Упор на безопасность, это ИГИЛ и прочие радикальные движения. Общение со всеми, а не только с друзьями. Это Израиль прекрасный пример. Кстати говоря, с бывшими врагами, что очень важно для понимания российской позиции. Россия с удивлением для себя обнаружила, что одними из лучших партнеров могут быть бывшие противники. Вот в Афганистане так называемый Северный Альянс, он состоял из маджахедов, которые в конце 80-х годов выгнали оттуда советскую армию. А в 90-е годы и в начале 2000-х и сегодня эти же люди являются фактически союзниками России. И, как это не удивительно, самые близкие люди к России на Ближнем Востоке и самая близкая в культурном, в эмоциональном плане страна этого региона это Израиль. И когда вы находитесь в Израиле, вы почти, как русский человек, почти находитесь у себя дома. Вот на этом мы закончим, объявим перерыв и потом ваше слово вам, дамы и господа. Спасибо.